Данная культура в определенное время, в определенном месте не имеет права перед Богом говорить, ну мы просто будем жить вместе и у нас не будет брака. Нет никакого требования, чтобы человек был евреем или христианином, чтобы участвовать в святости брака. Это встроено в творение. Некоторые люди говорят, что все, что Бог дал через Моисея в Ветхом Завете, больше не относится к нам. Или какие бы то ни было условия, которые Бог дал через Иисуса своему народу в Новом Завете, могут относиться к христианам, но они не применимы к нехристианам. Но любой закон, который Бог вкладывает в Завет Творения, простирается настолько далеко, насколько простирается творение. Так что если Бог освящает брак в творении, то святость брака будет распространяться на все поколения. И данная культура в определенное время и в определенном месте не имеет права перед Богом отказаться, от святости брака и сказать, «Ну мы просто будем жить вместе, и у нас больше не будет браков». Это старомодная пуританская или христианская концепция, которая нас не связывает. Одна из причин, например, почему церковь признает гражданские церемонии брака и не ограничивает брак церковью, и признает, что государство имеет право регулировать брак. Этот брак не просто дан людям, как евреям, или людям, как христианам, но он дан людям, что именно в этом государстве Бог благословляет и освящает весь человеческий род, и для участия в нем не требуется быть евреем или христианином. В святости брака, это встроено в творение. Вот почему этические вопросы, которые затрагивают природу семьи, природу сексуальных отношений, а также природу брака, выходят за рамки современных культурных соображений. Если эти вещи действительно укоренены и основаны на творении, то к ним никогда нельзя относиться как к обычаю.